маркиз друзья всем привет это я специально показал прошлом видео увидели мыши мы тоже пересмотрели друзья я вижу мышей очень часто мы и отраву раскидали но в таких местах чтобы коты не достали и этот и плюс коты ловят но в этом году с такое количество мышей что просто кошмар я не знаю откуда они берутся ну очень много здесь уже конечно стало поменьше раньше их тут было вообще много это я думаю покажу чтоб а то некоторые люди пишут что от коты ленивые друзья все четверо 2 кота и 2 особенно две кошки отлично ловят мышей друзья поэтому ну они не зря свой хлеб едят и сухарики мы им корм даем иногда так все сыты еще и плюс ловят мышей да володя шо ты там прячешь вот видите уже что-то прячет привет я ему тоже сухариков дал там лавашек а он лаваш прячет лаваш прячет друзья хочу показать но я еще не убрал здесь по поводу вот этого дерева что я говорил смотрите я обратил внимание она прямо под фундаментом и уже ну очень мне не не нравится я его почему я не допилил это потому что спиливал дерево вот это ну сам пенек и об стену затупил пилку и цепок и поэтому вот это немножечко не допилил и друзья потому что я подумал она мне подымет здание и вырвет весь фундамент поэтому я его в срочном порядке убрал по наделывал вот таких вот полосок и засыпал полностью солью и у меня есть рубероид я вот так вот закрою рубероидом друзья и все будет нормально здесь тоже он вот тоже спилил но не полностью его тоже надо убрать вот которая под фундаментом растет потому что она наделает очень много беды может сделать и друзья вчера была суббота я опять поехал на рынок и многие из вас писали нужно посадить соседа вот той грушки получается вот эта груша и белый налив это однолетки и вчера я купил и посадил вот такую вот получается толгарская красавица многие из вас написали это самая хорошая груша и я друзья думал же что этого дядьки который ну которого первые деревья купили мы думал у него куплю еще какую-то грушу но его не было видать сезон уже заканчивается и уже он не вывозит например свои деревья а другой продавец я до него тоже подошел пообъяснял что я хочу как бы этот спросил на у него он тоже говорит да груши нужен сосед лучше там несколько ну друзья пока еще одну посадили пускай пока они вырастут мы еще может подсадим деревьев уже есть где садить поэтому будем покупать потихонечку и вчера друзья вот такое вот деревцо это тоже по-моему двухлетка ну друзья много информации мне рассказать поэтому у меня так все в голове еще я у него объясняю ему говорят такие яблоки там кисло-сладкие он не понял я беру сажусь машину поехал купил два яблока таких ему привожу он как-то их там назвал они как-то называются по-модному но говорит просто народе их называют яблоко персик и он мне привезет следующий четверг такое такую яблоню по поводу друзья еще хочу сказать спрашивали почему мы раньше не садили вот эти все деревья будем убирать на воде здесь тоже порядок в дальнейшем потому что ну это как сказать но не наш был участок а сейчас мы уже сделали документы поэтому мы уже садим здесь деревню то есть раньше мы мы могли здесь посадить нам бы никто ничего не сказал но документов не было поэтому там у нас было место где садить но я там даже было дерево спиляла абрикосину потому что она затеняла весь огород и детей ничего практически не росло поэтому я его убрал абрикосы у нас тут полно а это птица я думал код какой-то поэтому абрикоса не столь важно сейчас я вам еще кое-что покажу и короче грушки теперь будем садить черешенки место есть теперь где садить друзья поэтому поэтому мы и начали садить друзья раньше мы не могли садить потому что не было где а сейчас это наш участок мы тут хозяева мы можем садить поэтому поэтому и садим и место абрикос друзья вот он флеминг флеминг фьюри друзья флеминг фьюри она просто по кругу тут непонятно как написано вот такой персик мы еще купили посадил я его здесь потому что планировался здесь забор вот я вчера кусок сделал уже и ну в этом году я вот так вот такие импровизированные столбчики тоже вкопаю загоражусь здесь пока чтобы этот персик был как сказать в затяжку и еще друзья я с этим продавцом поразговаривал но мне же все интересно и многие из вас написали там куча вредители могут быть мыши там зайцев особенно но вот этот продавец он сказал мыши это если мыши могут завестись это он не сказал но он уже опытный дядька он не рассказывал минут 30 про деревья я половину не понял ну не важно главное что мы поговорили и он говорит мыши если укрыть здесь соломы или чем-то но это не нужно делать то тогда мыши там могут завестись самая огромная проблема особенно с теми деревьями здесь я не переживаю а вот те нужно будет сделать но он не сказал чем сейчас я вам скажу от зайцев зайцы придут и могут уничтожить все деревья он сказал самое лучшее агроволокну взять и вот так замотать и заяц не подлезет то есть не будет его есть и она будет дышать дерево ну так он сказал это самый лучший вариант не надо я ему говорю а мне ну и не говорю что там говорю мне сказали что лучше бутылки можно я такого не знал говорит я заматаю если у меня там где-то на открытой местности агроволокном и все вот она пришла поэтому вот такой у нас уже небольшой сад уже даже персик есть и еще друзья у него винограда нету этого дядьки но я у него взял визитку он сказал если шо у него там сосед и виноград продает в этом году уже мы посадим только яблоню и все а уже на следующий год может что-то там вот здесь вот по убираем по выкорчевываю корни тоже место можно будет что-то садить володя нельзя нельзя молодец 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 и друзья в сарае вчера был неожиданный сюрприз все коты сидят сейчас я вам все покажу расскажу греются друзья половину кидаю как сказать половину сухих вот поддувала открыта она хорошо тянет слышите шипит и здесь вот налаживаю сушу потихонечку половину сухих кидаю половину мокрых и она так отлично медленно горит и здесь тепло так пойдемте сейчас сегодня друзья первый день мы дали баранам мелким сыворотки там накопилось и они с удовольствием покушали глядя какие как бочки он они я переживал но мы знаем что козлята сыворотку тоже едят и друзья уже водичку им ставим короче уже взрослые можно сказать полноценные козлы это шучу конечно молочко сегодня все забрали домой потому что сыворотка была козочки друзья конечно вчера травы я не накосил вчера такое моросил дождичек слегонца неприятный такой и этот и я не накосил травы ну сено конечно они плохо едят ну надо постепенно добавлять сегодня вечером опять буду да хоть и трава есть и опять накосил но дам вечером сено чтобы они кушали сена гляди какие друзья курочки вот курочка миллион процентов 2 миллиона процентов курочка вот это тоже курочка друзья вот это тоже наверно куда это тоже курочка друзья вот это тоже курочка они и друзья вчера их не было там у себя в гнезде и я такой иду заглядывая а он они там бегает он тоже курочка там сидит гляньте друзья она нанесла уже четыре четыре яйца только почему они у нее разноцветные не пойму может залазила опа откуда они там вылазят одна наверно три яйца она снесла вот эта квочка потому что да гляньте все темные хотя нет все разные а а кто несет сюда не доступа никому нет ну короче мы вчера было три яйца сегодня уже четыре получается она несет только я не понял почему разным цветом такое что может быть я сам делал я так заглянул думаю и мы вчера забыли забрать вот она уже у них на них селася забыли забрать яйца я вложить сложил в кучу и володя скучно ему вот они два четыре шесть семь было вчера шесть несут потихонечку корм есть водичка тоже есть тут а сыворотка я нам немножечко им давал они не захотели сыворотку пить но я добавил сюда воды думаю попробуем у них там еще вода стоит думаю сыворотка не попьют и значит выльем там немножечко было сыворотки так что мы вчера друзья удивились думаем она получается ходит еще с этими но мы решили ее наверно сегодня уже будем убирать потому что она начала не стеяется все думаем хватит пускай занимается своими делами опа опачки да или она же с ними не ходит непонятно ну друзья сегодня ну на ночь мы ее подкинем мы не думаем покажем вам но она здесь реально 1 я просто сам удивляюсь почему яйца все разные вот это мне интересно не могу понять по идее должны быть одинакового цвета ну понаблюдаем да получается друзья раз два три петушка и раз а то я не пойму это петушок или то это курочка курочка раз два три четыре пять и шесть курочек до 9 цыплят 3 петушка и 6 курочек вот это точно петух видите у него нету хвоста а он курочка у нее хвост прямо тройной вот видите у курочки хвост и вот курочка такая интересная а он тоже вроде бы с гребешком вот это но у нее тоже хвостик видите тройной хвостик и это по идее должна быть курочка друзья вот но посмотрим хотя смотрит такой как будто и петух но нет друзья по хвосту это точно курочка посмотрим короче посмотрим оговориться все уточки друзья на комбикорме я просто поражаюсь как они хорошо растут но как сказать все равно мясо я думаю будет не такое вкусно если бы они росли медленно натурально так что такие дела все друзья сегодня вечером будем отсоединять деревья посадили думаю за это я рассказал почему мы не садили теперь будем садить яйца несу час я заберу и в сарай положу я домой пока не буду идти и эти соберу и и уже вечером заберем уже точно ну здесь на полочке так что такие дела все друзья всем огромное спасибо за просмотр ставьте лайки обязательно пишите комментарии всем пока